Всем привет! Это канал Russian with Dasha. Меня не было здесь несколько недель, и я вернулась только благодаря тому, что у меня замечательный гость. Это Макс! Привет, Макс! Привет большой всем! Очень тронут таким приветствием. Очень рад быть здесь, на канале Даши. Давай, Даша, поговорим о чём-нибудь. Да, мы не готовили никакую тему, но есть такой слон в комнате, да, как говорят. То есть тема, которую действительно хочется затронуть. Я сейчас в России, а Макс уже где ты? Ну, я сейчас нахожусь в Сербии, в Белграде, и отсюда разговариваю с тобой, Даша. Макс, ты покинул родину. Хорошо, что не продал. Да, хорошо, что не предал, да, тоже. Ты уехал из России в марте, по-моему. И недавно ты возвращался, чтобы сделать какие-то дела. Расскажи, пожалуйста, как это было? Не было ли проблем на границе? И вообще, как ты себя чувствовал? Насчёт как раз покинул слэш продал родину. Интересный факт, что, как это ни странно, но было предложение продать родину. То есть мне поступали некоторые предложения о том, чтобы, скажем так, ну, в общем, работать в той сфере, которую, ну, фактически можно, наверное, было бы расценить как продажа родины. Вот, то есть всё-таки какая-то информационная борьба сейчас идёт сильная, и для меня это было каким-то таким очень шокирующим моментом, что мне сделали такое предложение, значит, работать, ну, скажем так, в определённом информационном фоне. Вот, но я, конечно, не согласился. Да, ты всё-таки свободный человек, и ты сам решаешь, какой контент создавать. Да, это самое важное для меня, наверное, условие. Наверное, это единственный возможный для меня вариант, но давай перейдём к тевому вопросу. Я действительно последние месяцы живу в Сербии, и мне нужно было по различным делам приехать в Россию на три недели. Одна из этих причин была моя свадьба. Кстати, поздравляю! Спасибо большое! Но были ещё другие причины, связанные там с документами, повидать родственников и так далее. Что касается границы. На границе не было никаких проблем совсем. То есть не то, что проблем, а наоборот. Когда я поехал в Россию, я прошёл все контроли, паспортный контроль там и так далее. А когда я выезжал из России, то я впервые увидел автоматизированную систему выезда из России. Ты знаешь, сейчас очень много говорят о том, что Россия сейчас закроет свои границы. Из России невозможно будет выехать. Россия будет как Советский Союз под железным занавесом. Что я увидел? Это был аэропорт Шереметьево в Москве. И обычно, когда ты выезжаешь из страны, ты получаешь штамп в паспорте с датой выезда. Как это выглядит сейчас? Сейчас ты проходишь такую специальную рамку. И ты подходишь к автомату, прикладываешь свой паспорт и сканируешь свой отпечаток пальца. И всё, и проходишь. Никакого штампа, никаких офицеров, которые тебя проверяют. Всё. Следующий твой вопрос был, что я чувствовал, да? Двоякое было ощущение. С одной стороны, у меня в России было очень много дел. И я устал невероятно. Просто невероятно. Потому что были перемещения по куче городов. Было очень много поездок. И всё было очень тяжело. И морально, и физически, и как угодно. Но, с другой стороны, я получил вот эту дозу ностальгии. Даже не ностальгии, а я могу сказать, что я люблю Россию. Я реально люблю Россию. Я люблю эту страну. И когда я на машине ехал от Москвы до Краснодара по разным городам, смотрел, как меняется пейзаж, как меняются ландшафты, то леса, то поля, то реки, озёра, болота. Это... Ну, у меня прям вот, знаешь, мурашки бегали. Потому что для меня Россия — это культура, разная культура разных народов. Это потрясающая природа. Россия — это многообразие. Вот. Поэтому я получил неимоверное удовольствие от поездки. И, честно говоря, жду, когда наступит моя следующая поездка. Ты уже её запланировал? Скажем так, сейчас планировать что-то очень сложно. То есть у меня есть некие планы. И, возможно, если всё будет хорошо, то я осенью буду в России. Но, опять же, очень сложно сейчас что-то планировать, потому что ситуация вот так вот очень быстро меняется. Было очень много страшилок о том, как люди проходили через границу, что проверяли телефоны, читали телеграм. У тебя такой был опыт? Я тоже очень много читал о том, что на границе к тебе подойдёт какой-то представитель службы безопасности и начнёт проверять твои документы, спрашивать, куда ты едешь, зачем ты едешь и так далее. Но я ни разу с таким не сталкивался. Сколько я не ездил туда-сюда, ничего такого не было. Не знаю, у меня есть какое-то подозрение, что ситуация специально нагнетается определёнными средствами массовой информации для того, чтобы... Ну и дальше уже знаки вопроса. Это отдельный топик для дискуссии. Для чего идёт вот это нагнетание? Да, не могу сказать. Но по факту всё гораздо проще и легче. Да, будем надеяться, что всё-таки ситуация в целом глобально изменится к лучшему. Давай поговорим о твоём проекте Russian with Max. Я почувствовала, что отношение к русскому языку стало меняться в мировом сообществе. И я не получала много хейта. Я не получала каких-то негативных комментариев. Было несколько человек. Но мне кажется, это были просто тролли, которые заходили на каналы и писали всякие гадости. Вот столкнулся ли ты с волной ненависти и негатива из-за того, что ты ведёшь канал о русском языке? Я скажу так. После февральских событий, конечно, у ряда людей начал возникать вопрос к России, к русскому языку ввиду того, что происходит. Но на самом деле я не заметил какого-то, вот как ты говоришь, хейта, какой-то ненависти, каких-то грубых высказываний. Они были. Но нужно понимать, что всегда есть какая-то часть аудитории, которая может радикализироваться в той или иной степени. То есть, конечно, были какие-то комментарии, что там, русские, вы должны выходить и протестовать, вы должны делать то, вы должны делать это. И, ну, я, конечно, на некоторые комментарии реагировал эмоционально. Не буду этого скрывать. Некоторые комментарии меня заставляли задуматься о чём-то, размышлять, рассуждать. Но когда эмоции немножко улеглись, я стал более трезво смотреть на ситуацию, я понял, что эти комментарии абсолютно деструктивны. И они не имеют под собой ничего, скажем так, ну, правильного, что ли. То есть, ну, просто нужно игнорировать эти комментарии или просто добавлять людей в блэк-лист и всё. То есть, это не то, что может как-то решить проблему или... В общем, это не полезные комментарии. Вот, поэтому я их просто игнорировал. Я хочу добавить, что сейчас протесты, призывы к протестам уголовно наказуемы. И именно поэтому мы говорим о такой деструктивной стороне комментариев, да, потому что всё-таки в России есть уголовные статьи, связанные с этим и даже с одиночными пикетами, по-моему, тоже. Хотелось добавить, что, ну, странно слышать от других людей, что тебе нужно делать в этой ситуации, куда тебе нужно пойти и что тебе нужно с чем бороться, с чем не бороться. Ну, то есть, мне кажется, это не совсем корректно писать другому человеку. Ты никогда не знаешь, в какой человек находится ситуации. Ты никогда не знаешь точно, что происходит в другой стране, да. Если ты находишься вне России, то трудно понять, что здесь происходит. Поэтому такие комментарии, ну, лишь показывают, как мне кажется, невежество некоторых людей. Ну, или просто высокую степень эмоциональности в конкретно данный момент. Я согласна с тем, что понятно, почему было так много эмоций и понятно, почему было так много агрессии. Но самое главное — это не отвечать агрессии на агрессию. Я для себя приняла решение. Пусть человек пишет гадости, я постараюсь даже не реагировать и направить свою энергию на созидание, а не на разрушение. Вот мне интересно, многие ли отписались от тебя, например, на Патреоне? Я заметила, что от меня отписалось несколько человек, но потом я заметила волну интереса. И такое чувство, что сейчас этот интерес только увеличивается. Например, моё видео о том, как изучать русский с помощью дуолинга, вообще полезно ли это приложение. Сейчас его смотрят и комментируют. И такое чувство, что наоборот люди пошли учить русский язык. Знаешь, кто-то говорил такую вещь, что чем больше Россия вовлекается в международную повестку, тем больше интереса к русскому языку. То есть, неважно, происходит что-то хорошее, происходит что-то, может быть, плохое. Чем больше, скажем так, Россия находится во внимании, тем больше интереса к русскому языку. Поэтому это может прозвучать чуть-чуть цинично, да, но тем не менее это факт, что когда что-то происходит, люди с большим интересом начинают изучать язык, потому что люди хотят понять, а что, собственно, происходит. И сейчас мы это видим также на примере Китая, что Китай — огромная страна, которая развивается небывалыми темпами, и у которой есть тоже свои проблемы, и многие страны слишком большое внимание акцентируют на этих проблемах Китая. Но интерес к китайскому языку только растёт, потому что люди хотят понять, что происходит, им интересно. Они никогда не слышали о, например, России, но тут завертелось всё вот это, и неважно, как ты к этому относишься, важно, что Россия стала более заметной, что ли. Поэтому я думаю, что интерес к русскому языку также возрастает. Касательно моих подписчиков на Ютубе или на Патреоне, честно говоря, я не заметил какой-то разницы. Я понимаю, что есть какая-то небольшая часть людей, которая, может быть, перестала изучать русский язык, продолжать изучать. Я также понимаю, что, скорее всего, у этой группы людей, наверное, не было большой нужды для изучения русского языка. Но также появилась другая часть людей, которая заинтересовалась и которая решила, может быть, разобраться, в чём дело, или просто решила в этот момент начать изучать русский язык. Поэтому я не заметил никакой разницы, если мы говорим, опять же, цинично о количестве человек. Дай, пожалуйста, несколько советов тем, кто потерял, может быть, мотивацию, и тем, кто испытывает трудности. Вот у меня были ученики, которые сказали, я хочу немного отдохнуть, заняться французским или изучением других славянских языков, того же украинского языка, и потом вернуться к русскому. Вот что может им помочь снова найти вдохновение? Знаешь, я в последнее время очень боюсь давать какие-то советы на тему изучения языка или вот каких-то, какие-то, ну, вообще любые советы давать, потому что в какой-то момент я понял, а кто я такой, чтобы вообще давать советы. Да, я всё-таки не эксперт, не лингвист, не специалист по коммуникациям и так далее, да. Но вот лично от себя я этим, наверное, людям могу посоветовать делать то, что они уже делают. Если они решили взять перерыв, то лучше взять перерыв. Мне кажется, борьба с собой здесь не лучший друг. Лучше всего отдохнуть, действительно поставить на паузу своё изучение русского, заняться другим языком, и потом время всё расставить на свои места. Ты поймёшь, тебе имеет смысл продолжать изучать русский язык или тебе не имеет, или ты хочешь отдохнуть ещё. Мне кажется, это должно быть в такой более свободной форме, только тогда это будет в радость и в интерес. Потому что когда ты себя заставляешь, когда ты себя насилуешь, ничего хорошего не будет. Так что, друзья, отдыхайте сколько вам нужно, не парьтесь, не заморачивайтесь. Русский язык придёт в вашу жизнь, если он вам нужен. Иногда мы слишком много на себя берём, и вот такой отдых поможет нам уже расставить по полочкам то, что мы уже знаем, и без труда продолжать говорить. И, наверное, я поддержу тебя в том, что ты сказал, делайте то, что вам нравится, согласна. Может быть, добавьте к этому немножко русского языка, да, если вы любите смотреть фильмы, может быть, посмотрите какой-то советский, российский фильм, послушайте музыку. И тогда вам станет легче, и вы расслабитесь и сможете продолжать дальше. Чем сегодня займёшься? Ух, ну, так как я ещё нахожусь в Сербии, и у меня здесь есть ещё некоторые дела, то буду продолжать их делать. Ну и сегодня конкретно я буду заниматься подкастом. Новый подкаст выйдет скоро. Когда выйдет это видео, этот подкаст уже, наверное, будет опубликован. Поэтому сейчас буду работать над очередным подкастом. Впрочем, что я и делаю большую часть своего времени, это либо думаю о контенте, либо непосредственно создаю этот контент. А ты? А я, наверное, пойду гулять. У меня сегодня выходной, и я давно не доставала велосипед, он у меня висит на стене, поэтому я сейчас достану свой велик, пойду кататься. Завтра, послезавтра и в субботу уроки. Пока контент на паузе. Создам это видео, а потом посмотрим. Спасибо тебе большое за то, что присоединился. Кстати, мы с Максом до этого записали ещё одно видео. Да, и это видео вы можете посмотреть на канале Линк. Линк — это сервис для изучения языка. Я там являюсь хостом или ведущим русского подкаста, поэтому вы можете посмотреть. Мы там с Дашей говорили о даче, о том, что такое дача, зачем она нужна. И вы узнаете ответ на самый секретный вопрос. Сколько людей в России имеют дачи? Да, поэтому обязательно смотрите, и увидимся с вами в следующем видео. Спасибо большое, Даша, что пригласила. Надеюсь, что пауза тебе поможет, и ты потом снова начнёшь творить. Ну, а со всеми остальными я прощаюсь. До новых встреч, друзья. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!